А как проходилось после 1921 года собирание знаков в России? То есть насколько часто вам удавалось что-то находиться здесь в Москве, в других городах, в клубах коллекционеров? Как все это начиналось? Ну я говорю, что я не такой не фанатичный коллекционер и как-то вот и с коллекционерами мало общался. Есть какой-то определенный круг людей, с которыми как-то, даже не столько общаясь профессионально, сколько просто дружу, который тоже занимается коллекционером, собирает знаки, совершенно различные. Ну моя коллекция в частности или там какие-то вещи, те которые мне попадали в основном это как-то из семей или те, либо мне кто-то что-то дарил, либо я сам видел это в семьях и отобразил, соответственно, в книге. Вот. А на рынке, да, я как-то, в общем-то, сталкивался, но все это иногда бывает грустно, когда это начало пользоваться каким-то интересом, то появились очень много подделок, в общем-то, причем даже опасно-то страшно не то, что там какой-то подделали крест там галиполийский или еще какой-то, тот, который был. Вот. Ну это, в принципе, можно назвать копией. Начали фантазировать, фантазийные вещи какие-то появляться, это всегда, это, в принципе, такая, я бы, может быть, назвал даже диверсией, исторической диверсией, потому что, в общем, внедрение каких-то немыслимых вещей в историю. Как ты начинаешь разбираться, да, это, в общем, как-то не то было, это не было. Вот. То есть, в общем-то, это такое, многие вот такими действиями нанесли ущерб тому же коллекционированию, как процессу, ведь это же, коллекционирование, это интерес, это своего рода метод познания, то есть ты, в общем-то, что-то познаешь, какую-то тему или еще что-то изучаешь, а здесь вот какие-то сбросы, как это, пропагандистские листовки там, переходите к нам, то есть это фактически фальшивоманическая такая, из этой серии, но это, к сожалению, это прискорбно. Почему вот после 91-го года возник такой мощный интерес к Российской империи, белым движениям, биоммиграции и вот, может быть, немножко он сейчас как-то на слад пошел, или этот интерес все так же продолжается? Нет, ну, конечно, он пошел немножко на спад, и, может быть, это и хорошо, и правильно, потому что просто этим вопросом начали в большей степени заниматься профессионалы, уже как-то более основательно, то есть это есть какие-то исторические исследования, уже научные изыскания ведутся, а всплеск интереса почему-то, это наша история, мы ничего не знали об этом, а здесь вдруг появляется такой огромный пласт, который, в общем-то, мы не знали, это всегда любопытно, всегда интересно. Ну и в 90-е годы, вы знаете, здесь не в малой степени играла сама ситуация в стране, когда шел раздрай, народ не знал, что делать, что хорошо, что плохо. Но в советское время нас учили, что вот это, вот красное это хорошо, а белое это плохо. А вдруг, значит, в 90-е годы перестройки, вдруг оказывается, что белое хорошо, а красное плохо. Народ, в общем, начал теряться и начал искать вот эту опору, вот, а что же здесь, а что правильное-то, а вот давайте, а вот это вот более светлое, нежели, значит, что рядом находится. Ну вот это попытки, опять-таки, поиска, попытки найти новые идеалы, старые-то развенчали, там, тот предатель, тот, в общем-то, еще что-то оказался, все герои, на которых нас воспитывали, вдруг оказались там неправыми. Ну и, соответственно, человек чисто психологически и правильно начинал искать какие-то новые, в общем-то, себе идеалы. Кто-то нашел, кто-то не нашел, но, во всяком случае, вот этот интерес был, вот, и, ну, это хорошо, это правильно, потому что мы как раз начали открывать и для своей истории что-то понимать, какие-то вещи, и, в общем-то, делать выводы и на будущее и так далее.